Музыка не будет ничего сопровождать. Музыка сама посидеть, изобразительный, извините за такое выражение, ряд, сам посидеть. А музыка, как известно, это самое абстрактное искусство из всех возможных. Вы не можете музыкой писать вообще слова. Можно, конечно, писать про ядеричность и мягкую грудь, но что это значит, мало кто поймет. Поэтому решали, какие картины мы покажем вам вместе. Михаил Борисович решал это свои лекции. Лекции, не знаю, как это правильно. Мы еще сами не знаем, что это будет. Мы с Сергеем Дмитриевичем думали, какие картины, причем это картины первую очередь Пермитажа, они не первую очередь, а в этом концепте будут добры картины Пермитажа. И это совершенно не инвестрирует никак музыку, или музыка, не дай бог, инвестрирует эти картины. Это абсолютно параллельно. Мало того, весна священная, которая будет в декритуре Штроинского исполненному второму. Это и абсолютное, извините за выражение, такую остроту, перпендикулярно. Потому что там, перед вторым отделением, я так думаю, и в отрасли тоже будут показаны картины Гогена, которые никакого отношения не имеют к Штроинскому. Это ваша фантазия должна работать. Образы, которые вы увидите, спасибо, на большом экране, как здесь написано, вот они должны пробудить вашу фантазию, когда вы будете слушать музыку, и наоборот. Это абсолютно, знаете, считанные произведения, которые были написаны композиторами конкретно по изобразительным каким-то шедеврам. Картинки-фестерки. Это одна из моих идей. Может быть, через 4-5 концертов я ее осуществлю, эту идею. Здесь, например, в городе Оресе, в Италии, есть фрески. Пьера Далле Франческо нарисовал их. Фрески вы сюда не привезете никак. Поэтому можно посмотреть слайды. А Богуслав Мартин написал замечательное сочинение по третьим конкретно фрескам. Вот это да. Это, пожалуйста, тут все в прямую. Так же, как еще несколько сочинений в Киндринге написал художник Макис. Почему? Да, я смотрю. И так далее. Наверное, из Брюнлера. Я сейчас не хочу вам такую стесноведческую или музыковедческую лекцию читать, но еще раз говорю, это никак не связано. Моя идея еще отличалась в том, что у меня много друзей, которые ходят на концерты, которые ни разу еще не были в здании Генерального штаба. К их студу. К моему тоже. Что я вот это еще не заставил пойти. Но это не так давно все-таки у нас было. В историческом контексте произошло. Я, кстати, думаю, что и здесь присутствующие. Не все были в здании Генерального штаба, а стоит посетить. Потому что там картины даже развешивались с позиции какого цвета стены. Это вам, Николай Борисович, уже ближе, наверное, рассказать. Если был вопрос, как происходил переезд в здании Генерального штаба, то есть импрессионисты сейчас все там. Не знаю, все любят. И моя задача еще в том числе, что вы посмотрите на концерте на эти картины, а вдруг вы захотите пойти и посмотреть Miss Life. Это даже не альбом, который у вас дома есть, вы можете его открыть, а пойти и пообщаться с шедевром на расстоянии выйти на животных. Я не знаю.